ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН Оказывается все намного интереснее чем я думал Это почта Вот ребята Волосово я проехал Сейчас я уже буду выезжать Там кстати на выезде тоже такая церковь у них Но я говорю у нас и деревянные дома сегодня будут и не деревянные И тут ребята знаете я нашел бинго Я заезжал прям в Волосово Посмотрите вот виднеется уже башня которую я хочу вам показать Но я ее пока не буду показывать Видите тоже из болта Окна заложены Ну вон видите какая красота Из каких камней сложено все Вот такое вот здание Это башня РЖД я так понимаю Так Тут солнце светит Сейчас я обойду Потому что видите Так Я на монтаже посмотрю видно вообще что то нет Здесь ходят поезда 1905 год Вот видите на башне написано 1905 год А башня Посмотрите она какая А сверху деревянная И посмотрите какое там Видите Резное все Вот что то я тоже У истории У истории которая альтернативная Они что то тоже связывают Вот эти вот башни Потому что эти башни Вот такие высокие Где поезда Рядом с ЖД А вот это вообще да Че это такое было Блин Волосова Башня вот такая Вот где это загуглите Посмотреть что это Не то что Было там в Советском Союзе Это все понятно Там хоть что могло быть А вот для чего она предназначалась В 1905 году Вот ее построили И что там у нее было В этой башне Капец Это прям жемчужина ребят Моего ролика сегодня Я ее знать не знал Что она тут есть Вот видите Пути Тут электрички ходят Я под путями Ну под ними прям стой И башня Офигеть Вот это красота Тут памятная табличка Видите не зря я обошел В общем вот она ребята Эта табличка Поставьте на паузу Если хотите почитайте Но это Подвиги 1944 год С башней ничего не связано И вот как она выглядит С этой стороны Еще снег такой пошел красивый Слушайте я в шоке Вот мне бы эту башню Вот такой дом надо строить Я бы в таком доме жил И сколько бы места было И сколько бы комнат было Так ребята Вот она Это церковь Смотрите какая она деревянная Красивая И сегодня еще такое небо Прям красивое Голубое Такие куполочки на ней Такие вот все резное А наличники А это Смотрите еще как красиво украшены Столбы которые держат козырек Там наверху две трубы Видите вот труба И вон труба Похоже тут печное отопление А еще видите Деревянные держат Скосы Эта церковь Вся из дерева Только единственное Что у нее вот Основание Сто пудов каменное Все остальное Из дерева Сейчас еще спереди Посмотрим Как она Ну Вход как выглядит Ну вот Как тут выглядит Вход В общем то Мы с вами все И посмотрели Там такой видите Купол у нее Красота Ребят ну что Я в Изваре Просили меня Ну не просили А мне Тыкали Ты был в Изваре И посмотрел До музея Рейриха Не очень-то я хочу Это конечно смотреть Но знаете так Чтобы уже для галочки Что я тут был В этом музею В садьбе Рейриха Вот она Это Меня вот больше интересно Вот эти дома Посмотрите Усадьбы эти Все вылизаны Что-то мне не очень Видите тоже На интересующий Меня буд Гарки вон какие там И все заброшено И Вот соседний дом Такой же Он маленький Он маленький А еще Как будто И оделанный Дорогущим Камнем Мне вот такое Интереснее Больше Ну пойдем Посмотрим Что это там За дом Дом музея Усадьбы Рейриха Конечно Уже Доехал Я специально Приехал В принципе Чтобы уже Все в одном ролике Было Хотя я думаю Если вот так По хорошему Этот музей Усадьбы Надо отдельный Ролик прям делать Ну я вот так вот Покажу И поеду К тому дому Заброшенному Который я во влоге Показывал Смотрите Там Какие эти Гаражи Видите Много гаражей На территории Что-то там Раньше было Вот такая Длинная Аллейка Здесь Я ребята Иду И прям Такой снег Падает Как знаете Я приехал В Великий Устюг И тоже Такой снег Падал Смотрите Какая красота Слушайте Я знаете Что думаю Что Я сейчас Вам просто Покажу Что я реально Был возле этой Дома Музею Усадьбы Рериха Но это Целая же А я хотел Заброшенные Показать В общем Вот она Я думаю Что Я не хочу Это видеть Сегодня Знаете Почему я не хочу Это видеть Сегодня Потому что Я хочу Это видеть Реально В отдельном Ролике И прям Зайти туда Посмотреть И Хочу я Это все В мае Сделать Потому что Я посмотрел А вот Здесь Такой Ребята Шикарный Парк Я так Думаю Что он Там Озера Скорее Всего Так что Я туда И не пойду Поехал Я к развалинам К своим Любимым А это Ребята Я буду Прям целый Ролик Делать Ну Ну Вот Вам Спойлер Я Тут Был Не Пойду Я Туда Ребят Я Приехал К этому К этой Усадьбе Которая Стоит Она Конечно Не заброшена Она Законсервирована И Еще Для тех Кто смотрит Этот Ролик В общем В описании Будет Ссылка На Влог Я Сейчас Просто Еще Поснимал Затем Вон Те Заброшенные Здания Которые Я Вам Показывал Возле Усадьбы Рериха Кому Интересно Будет Переходите Посылки Посмотрите Этот Влог Еще Вкратце Расскажу Для тех Кто Не Видел Влог На Тот Влог Тоже Ссылку Оставлю Когда Я Был Тут В Октябре В В Вкратце Расскажу Я Она Мне Рассказала Что Здесь Было И Хранилище Вот Это По-моему Дом Рериха Такой Настоящий Прям Настоящий Настоящий С его Домовой Почему-то Там Усадьбы А Вот Это Какой Дом Я Не Понимаю Потому Что Я Еще В Самой Усадьбе Не Был Мне Теперь Дебит С Кредитом Не Сходится И Это Его Дом Что Ли И То Его Дом Вот Это Такой Кирпич Хороший Натуральный Большой А Тот Маленький Деревянный Видели Он Меньше Намного В общем Мне Местная Женщина Говорит Это Всех Возмутило Моих Подписчиков Она Сказала Чипа Лучше Бо Его Взяли Снесли До Тут Клуб Построили Детям И Вот У Нас У Всех Такое Смотрите Видите Окна Законат Патчен У Нас У Нас Такое Всех Почему Именно Его Сносить То Надо Из Вара Это Блин Деревня Тут Вокруг Поля Берите И Строите Клуб Где Хотите Это Вот Именно Вот Здесь Надо Еще Мне Позже Рассказали Кто Тоже Кто Посмотрел Знакомых Мой Ролик Я Не Помню Кто Именно Что Здесь Даже Конц Лагер В В общем Вот Этот Дом И У Него Видите Была Своя Церковь Домовая Которая Сейчас Пользуется Целый Поселок И Как Ее Снести Да Блин Люди Как Что Скажут Хоть Стой Хоть Падай Здесь Еще Видите Как Там Это Уже Не знаю Наверное Более Поздно Укрепили Там Как Крыша Был В общем Мне Очень Интересна Судьба Этого Здания Мне Интересна Надо Будет Сесть Я Так И Не Искал Фотографии Как Оно Выглядело До Четырнадцатого Года Когда Революция Произошла И Мне Интересно Как Оно Советское Время Выглядело Если Тут Был Концлагерь А Потом Хранилище Капустное Наверное В принципе Я думаю Ничего Не Поменялось Оно Все Так Наверное И Было Ребята Вот Как Выглядит Этот Ансамбль С парадной Страны Вот Тут Вот Видите Я Это Тоже Мое Предположение Я Еще Не Изучал Это Здание Прям Хорошо Хорошо Я Еще Во Влоге Говорил Что Меня Радует То Что Первый Этаж Весь Законсервировано Видите Все Заколочено Значит Есть Вероятность Что Его Спасут И Восстановят Конечно Маловероятно Что В Зваре В Какой Будут Что То Делать В Петергофе Это Не Делает По Крайней Мере Оно Законоплачено И Это Уже Радует Видите Над Входом Огромный Шикарный Балкон В Принципе Вот Они Выходили Вот Тут Наверное Был Их Парк Красивое Здание Мне Сеенно Жалко Что Оно В Таком Состоянии Понимая Что Извар Эта Деревня Ну Блин Всяли Вы Хотя Вы Сделали В Квартиры Для Людей Как Семьи Изивил И Тогда Было В Нормальном Состоянии Так Оно Хереет Ребят Влог Будет Ссылки Кто Хочет Более Подробно Посмотрите Я Прям Совсем Совсем Вокруг Него Оббегал Все Показывал Сейчас Туда Не Пойду Я Уже Замерз Как Собака Сейчас Поеду Кирхи Заброшенной Так Ну Что Ребят Я У Этой Кирхи Мои Подписчики Относительно Недавно Видели Этот Влог На Этот Влог Мне Тоже Надо Ссылку Оставить В общем Конечно Она Другая По Другому Сделана Я Вам Сейчас Покажу Отличия Так Ну Сперва Посмотрите На Ее Размеры Она Просто Огромная Такая Же Огромная Как Это Но Вот Окна У нее Тоже Видите Келевидные И Вы Видите Тоже Из Чего Она Сложена Она Сложена Тоже Из Этого Бута Вон Смотрите Как Видите Такой Прям Провал 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 Потом Значит Что Я Тут Еще Во Влоге Снимал Вот Тут Есть Такая Оградка Оградка Это Тоже Столетней Давности Там Такие Цветочки Даже Красивые Есть Вот Он Цветочек Видите Сейчас Я его Посерединке Сделаю И Там Есть Тумбочка Сейчас Я ее Тоже Покажу Эту Тумбочку На которой Скорее Всего Что Это Стояло И Вот Здесь Еще Возле Входа Есть Спуск Подземелья Я Так Думаю Подвал Назовем Это Так Подземелье Тоже Так Совсем Загадочно И Он Завален Мусором Здесь Ребята Валяется Крест Тут По-моему На латыни Написано Ладно Не видно Ничего Хотя Я приближу Может быть Кому-то Ну На Влог Будет Ссылка И В том Влоге Ребята Это Все Снега Не было В тот день Когда я Снимал Все Видно Потом Значит Что Касается Подземелья Вот Она Вход В Подземелье Видите Прям Плитами Такими Все Дела Она Тоже Таким Гранитом И А там Все Завалено Мусором И Это Кирха Видите Чем От той Отличается У Нее Вот Так Вот Видите Как Выступает Вот Такая Вот Я Не знаю Как Это Типа Ну Тамбуром Наверное Нельзя Это Назвать И По Поводу Тумбы Что Кто-то Здесь Стоял Я Тоже Тогда Нашел Видите Вот Она Наверное Какая-то Статуя Там Стояла Но Над Статуей Тоже Видите Заложено Окно А Может Быть Это Даже Была Такая Как Выемка Туда И Что Касаемо Я Вам Говорил Как Отгрызана Видите Вот Как Отгрызана Ну Тоже Я Думаю Я Там Во Влоге Предполагал Что Это Скорее Во Во Время Великой Отечественной Войны Она Пострадала Так Сильно Вот Какой Огромный Портал Вход Красивым Камнем Она Все Отделана Видите Какой Камень Песчаник Не знаю Что Много Этого На полу Много Я так Предполагаю Что Вот Эта Арка Смотрится Непропорционально Она На самом Деле Еще Выше Я думаю Там Большое Количество Под землей Еще Простанство Есть И Вот Она Круглое Окно О котором Я Говорил В той Кирхе Мы С Вами Видели Было Два Окна По По Краям В этой Кирхе Сзади Ну-ка Может Кстати Здесь Какое Нибудь Окно А здесь По-моему Кили Видные Окна Были Так А вот Сюда Вот Кстати Я Не ходил В тот Раз И Вот Еще Я Тоже Говорил Хочу Обратить Ваше Внимание Что Здесь Видите Никакого Кладбища Вокруг Кирхи Нету Сейчас Я Сюда Тоже Уйду Слушайте А тут Вот Прям Тоже Стена Ой Господи Я Как прям Все Как Жалко Эх Я Еще В том Влоге Тоже Говорил Что В те Времена Не было Ни газа Ни нефти Золото Бриллианты Там были Конечно Нефти Газа Не было И вот Такое Вот Строилось Сейчас Нефти Газ И Паллади И фигади И все Что хочешь Блин И не могут Восстановить То что Строилось Тогда Историю Нашу Ладно Ребята Пойдем Вниз Ой Вниз Говорю Вовнутрь Снег Пошел Вот Они Какие Окна Вот Этой Камеры Мои Подписчики Постоянные Рассмотрят Потому что Мы Были Ну Я Влоговой Камерой Снимал Это Это Конечно Все Более Детально Совсем Другой Вид Здесь Смотрите Я Тоже Показывал Тогда Во Влоге От Видите Дырка Какая Тут Закрывались Двери Теперь Что касаемо Колонн Видите Сколько Колонн Много Очень Окон Ребята Много Очень Окон Заложенных Казалось Было Тоже Почти Что Пол И Заложенные Окна Камни Вот Это Все Со Стен Валяется Представляете Вот Такой Огромный Камень Сейчас Покажу Свою Ногу На Камне Вот Моя Нога И Вот Камень Вот Из Таких Камней Сложена Это Огромная Кирха Посмотрите Окна Какие Красивые Снег Знал Когда Пойти Когда Я Решил Поснимать Вот Это Тоже Входы Наверное Были В Кирху И Ребята Вот Все Вот Так Вот Крест Стоит Люди Цветочки Приносят Сейчас Я вам Отсюда Покажу И Думаю Ребята Что Там Подвал Какой-то Большой Есть Наверное Внизу Видите Какие Огромные Камни Какой Это Был Труд Все Это Сложить Да И Вот Как Но Тут Та Кирха Может Быть Тоже В таком Же Состоянии Было Но Они Не Знаю Где Они Деньги Взяли Но Восстановили И Это Тоже Еще Можно Все Спасти Тут Конечно Смотрите Совсем Просвечивается Но Ничего Это Можно Все Камни На Место Сложить Все Бетоном Залепить И Все Будет Хорошо Мне Министром По Культуру Быть Я Блин Все Это Задел Какие Дыры Видите А Вот Кирпичами Заложены Закладывали Это Не Знаю В Какие Времена Может Советские Времена Уже Закладывали Если До Войны Здесь Что Было Какое Производство Может Было Потому Что Вот Явно Такое Вот Килевидное Окно Вот Оно Заложено Так И тут Тоже Видите Оно Было Большое А его Снизу Чем-то Подзаложили Уже В общем Ребят Это Очень Интересная Тема Это Очень Интересно Что Тут Было Советское Время Что С ней Произошло Я думаю Все Таки Что Это Великая Отечественная Война Что Она Прям Ее Бомбили И Она Такая Прям Сильно Порушенная Как Вы Думайте Что Это Пишите В Комментариях Ваши Догадки А может Быть Кто-то Даже Знает Что Действительно Тут С ней Произошло Сейчас Еще С буквой Вам Я Покажу Видите Сколько Ребят На полу Кирпичей Камней Сколько Шли От Этой Кирхи Интересно Да Вот Такая Вот Красота А Ну И Да Вот Я Хотел Показать Чем Отличается У Него Вот Этот Как Я Уже Показал Еще Раз Как Вот Этот Ну Тамбором Конечно Нельзя Это Называть Но Вот Такой Коридорчик Видите Как Будто И Коридорчик Еще Вот Так Вот Сделан Здесь А Здесь Вот Так Сделан Короче Мне Сильно 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 Нравится Эта Кирха Прям Очень Плохо Что Она В Таком Состоянии И Крест Главно Лежит И Никто Его Не Трогает Там Латинице Говорю Написано Что Жалко Очень Жалко Вот Она Вся Осыпается Ну 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 Вот Ребят Наконец То Я Это Все Вам Показал То Что Хотел Показать Как Вам Это Пишите В Комментариях Какое Строение Понравилось Вам Больше Всего Мне Конечно Все Нравится Все Жду От вас Комментария Жду От вас Лайков Спасибо Что Посмотрели Ролик С вами Был Игнат Пока